Отто Феоноров. Большое спасибо за донат с текстом. Обещанный донат. Надеюсь, народу понравится. Вообще шикарно вышло ибхо. Вот. Обещанный донат. У нас здесь, я же помню, правило есть про обещанные донаты, что донаты нельзя обещать. Потому что, типа, меня это раздражает немного, когда мне пишут, я задоначу. Но в данном случае, поскольку, ладно, это постоянный донатер, короче, он мне незадолго до стрима написал, что, о, если будет стрим, я тогда закидываю донат. Я такой, окей, балдежно. Собственно, вот он есть. Все. Большое спасибо. А так просто, ну просто, раз уж у нас тут возникло словосочетание обещанный донат, то я к нему, ну как бы в тему к этому словосочетанию напомню, что у меня на стримах, ну и в комментариях, кстати, они тоже, наверное, действуют, есть правило бесплатного чата, которое к донатам не относится, но к бесплатному чату относится, что не надо мне донаты обещать. Так. Итак, Моисей ставит на место фаната под Халима. Как это звучало у него, как он играл. Как это звучало у него, и сделаем сами выводы, как же он играл. А. А, странно, сперва было как будто ускорено, типа. Блин, что-то бусте полагивал. Я взял два аккорда, слушает, радуется, и чё? Чё, Моисей сам себя тут поливает, что ли? Насрав на ветву, и куча говна. Отсюда от реку. Мы бы во всех дыхан. Просто фейс такой. Я верю тебе. Опять же, очень чистенько всё сыгранное, если вы сейчас попытаетесь даже вот квадрат проиграть первого рифа сами в даблтрек вот так, не получится, будет звучать кал. Попробуйте, просто возьмите ноты, или снимите, в чём играет, и... Ой, а то он, блядь, вот это прямо с первого раза сыграл. Просто к чему это вообще? Попробуйте, это проиграть будет кал. А потому что, блин, сложно это в студии записывать. И как бы здесь звучит достаточно стабильно. Чего? Два аккорда сложно в студии записать? Бля, это, походу, ещё периода, когда у меня зубы не было одного, что ли, пиздец. По произношению слышно, что там немножко билетейшн. Мне нравится, какой у него такой гладкий, яркий, плавный перегруз, очень приятный такой, но при этом всё равно по факту. И немножко агрессивный, депрессивный при этом. И заметьте, как он гладко, классно играет. Я надеюсь, это он играет, но похоже, что это он играет. И при этом ещё зацените, есть нестрой небольшой, да, там какой-то кварт, который звучит, и это наоборот добавляет кайфа такого типа звучания в это. Вот, по-моему, ну, это уже показывает, что чувак может работать в единственных условиях, серьёзно, на серьёзном уровне. Я же не знаю, сколько там дублей было сделано, но мне кажется, это всё равно уже о чём мы говорим. Ночной петух. Другая петуха. Все петухи, как петухи. Папам. Он не такой. Папам. Я понравился. Ну, обычная каша, такая возня. То есть, конечно, здорово в миксе это всё звучит и так далее, но в целом, ну, блядь, ну, это несложно. Такой, какой-то полуфанковый кусочек. Такой приятный. Чего? Классный саунд, чётко сыграно, ритмично всё качает, прям прекрасно. Многие преподаватели по гитаре так не умеют, так не смогут сделать. Тоже там эти самые есть скольжения по струнам. Тебе духи, как петухи. Он не такой, как все. Ночной петух. Ночной петух. Да не, охуенный трек. Он пукареткает ночи. Ночной петух. Ночной петух. Там эти что-то, не знаю, гитара, она, по-моему, не две и не... Он не такой, как... Много всего, и оно расплывается. Спасибо. Лучше бы этот донат был здесь. Большой Атом, спасибо. Приветствую, зонавда. Какая простая мечта. Да, блядь, пати была. Просто нахуй пиздец. Кидай на кое, отменная пати была. Большие комары норма, они выглядят стрёмно, но безобидны. Ну да, ну, как бы, я это даже знаю. Они менее вредные, менее видные, чем маленькие злоебучие комары, которые и жужжат, и кусают, и так далее. А большие, они ничего из этого не делают. Ну, блядь, пиздец, всё равно обосрываешься от вида такой огромной хуйни. Это нормальный рефлекс, с одной стороны. А с другой стороны, у меня закрыты все окна. Какого ху... Как он... Чё он здесь делает, блядь? Кстати, после шутки про чумя с Юари я пытался найти Гачи Ремикос. Можно было вырезать чуть-чуть этот донат. Так можно самим его сделать. Come in my ass. Ебать без зуба и такой, чёрт. Ценить донаты, которые ты уже потратил. Атомск, спасибо тебе за этот донат, отправленный 100 лет назад. As I want you to suck. Ничего-нибудь такое, я не знаю. Блядь, какого хуя я одинаково говорю всё время. А здесь, по-моему, слышно очень чёткое высекание совершенно такое. Блядь, вот и бан, сука. Он пытается у Фреда пиздить его фразочки, его термины, его названия. То есть как бы за счёт Фреда хайпить. И при этом он не понимает значения этих слов и несёт вот такую хуйню. Я очень чётко слышу кривизну. В духе индустриала. Такой всратый без зуба, пиздец мой. Джон Файф, Джон Файф такой вот, вот прям очень похожий. Блядь, он толсто рофлит. Потом уже Джон Файф, видимо, позаимствовал технологию исполнения. Блядь, ещё влог демонтировать надо, капец лень. Всё бабло, всё бабло, всё я трачу на бухло. Всё бабло, всё моё бабло, всё я трачу на бухло. Ещё, бухлазь, ещё. У него опять лицо, как будто ему калк, носу поднесли. Блядь, 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 блядь. У меня должно быть такое лицо, у меня, блядь, зубы нет. По-моему, очень круто. По-моему, прям это настоящее высекание металлическое. Ну что, подходим к знакомым песенкам. Пожалуй, перейдём к песенке под названием Rape Me. Блядь, Rape Me надо было убрать. Я слышу, что там криво всё. Блин, настолько меня бесит ряженка, что я забыл, что это рофл-монтаж вообще. Прям это невыносимо. Нет, то был фанк, то был металл. А это, очевидно, я не знаю, блядь, бардовская песня. Что это, блядь, сейчас будет? Поп-рок, пост-панк. Какой-то сейчас хуйню должен сказать. В каком металле может быть такой звук кашный? Он звучит как, ну, не совсем даже как гитара. Это прикольно, это работает, это здорово. Но вот конкретно вот это, что мы сейчас слушаем. Я говорю вам, народ, как главный, блядь, вообще фанат Кобейна во всём ютюбе российском. Комосек пассивный, жопой вверх встал. В чём здесь такое нахуй высекание? Он так меня достал, словный агрессивный. У меня здесь нет вообще никаких вопросов. И оно и в предыдущем треке то же самое. Блядь, чё за бред? То есть, если мы любой, типа, сыгранный риф такой, блядь, в дроп-д называем высеканием, ну, я не знаю, то есть я тогда, типа, могу включить какой-нибудь там саундгарден, который тоже похожую грязюку там делал. Блядь, ну, ладно, дальше что. Вспросов играется всё, а когда он делает скачки между струнами, прям слышно хорошо, что он прям попадает. Блядь, ты уебанная, что ли, сука? Там слышно хорошо, что ему похуй, что он не попадает. Блядь, типа... Там прекрасно слышно, что он как раз не попадает. Что он жмёт на отъебись. И что он, типа, одну ноту дёрнул лишнюю на гитаре. И, пацан, ещё одну. Спасибо, аноним большое задано. Дёрнул? Ну, ладно, не дёрнул, тоже ладно. Чё за бред он несёт, блядь? А это тоже не всегда все гитаристы могут нормально сделать. Еее, этот трек вы знаете. Вот он так позорится, понимаете? Он, блядь, ну, наигрывает эмоции, там, чё-то. Боже, это надо было придумать ещё две гениальные ноты. Почему это, блядь, так облезать-то, а? Здесь не попускает фанатов от Халифа. И хорус коллегится прям, прям вот чё-то в тенте трек. А это, блин, длинно, что и начало. Амон. Не, почему? Ряженку просто всегда стыдно смотреть в любом контексте. Я не могу, прям, тяжело, пиздец. Надо 40 за него брать в любом случае. Слышали, какой крутой был, просто крутейший вот этот слайд, просто потрясающий. Да, понятно. Это тоже было высекание. Понятно всё, да, конечно, это всё ясно. Но кто-то же это сыграть должен был. Я думаю, это играл именно он, если у кого-то есть какие-то сомнения. И получилось максимально, конечно, прям чётко, круто, точно. Да. Не знаю, у меня жопа слишком горит просто с ряженки. Я прям не могу даже расценить этот забавный монтаж. Ну ладно, спасибо большое за донат в любом случае. Спасибо за монтаж, в принципе. Кекабл.